Плодовое дерево сливы – лакомый кусочек не только для садоводов, но и для вредителей, активно паразитирующих на нем после окончания цветения. В сегодняшней аудио статье вы узнаете, какие вредители появляются на сливе после цветения, а также как защитить свой урожай от паразитов. Если тема для вас актуальна, продолжайте слушать. Список вредителей на сливе после цветения впечатляет. Златогуска, плодожорка сливовая или американская, педеница сливовая, боярышница, пилильщик черный или желтый сливовый, а также клещи, слизистый вишневый пилильщик, тля сливовая, толстоножка сливовая. Чем обрабатывать сливу от вредителей после цветения? Златогуски и боярышницы удаляются со сливы по аналогичным методам. Первым делом необходимо снять гнезда гусеницы. Обязательно нужно работать в перчатках, даже если они просто стряхиваются, так как златогуски, к примеру, вызывают кожное раздражение и аллергические реакции. После уничтожения яиц дерево сливы обрабатываются. Настоем табака, раствором ромашки, настоем полыни. Также можно использовать инсектициды, 10% карбофос, 10% бензофосфат, антитлин, биологические препараты, лепицид, дендробоцилин. Американская сливовая плодожорка устраняется по методу обычной. Необходимо почистить отмирающую кору дерева, затем перекопать приствольные круги и междуряди. Эффективно помогает метод феромонных ловушек, а также трихограмма в период активной кладки яиц плодожорки. Побеги дерева сливы регулярно обрезаются. В период активности используются инсектициды. Педеницу сливовую можно удалить с помощью регулярной обрезки плодового дерева сливы в осенний и весенний период. Кроме того, необходимо обрабатывать приствольные круги, чтобы удалить бабочку в зародыше. В период активного размножения и распространения педеницы на сливе можно опрыскивать дерево биопрепаратами, либо инсектицидами. Пилильщики. Вишневый, желтый, черный паразитируют на плодовых деревьях, в частности на сливе. Для обработки и устранения паразита используются следующие растворы инсектицидов. Карбофос, кимифос, рагор, хлорофос, а также биопрепараты. Лепитоцит, энтобоктрин, гаупсин, битобоксидбецелин. Народные рецепты. Настой табака, настой горькой полыни. Для устранения желтого пилильщика желательно отклониться от общего курса и добавить такие препараты, как фосфамид, метафос и также растворка биофоса в соотношении 0,3%. Сливовые клещи удаляются в период активного распространения на сливовом дереве с помощью инсектицидов. Фуфанон, фитоверм, данадин. Применение перитроидных препаратов исключается, а вот в стадии массового размножения необходимо прибегнуть к обработке не ароном, а полосанмайтом или амайтом. Тля не только паразитируют на сливовом дереве, но еще являются причиной возникновения грибковых инфекций. Вследствие выделения сапрофита в качестве продуктов обмена. Бороться с тлей необходимо до массового размножения и применяются следующие препараты. Однопроцентный днок. Двухпроцентная эмульсия нитрофена. После распускания почек обрабатывается коро масляная эмульсия ДДТ 1%. После цветения дерева слива для удаления тли используется раствор карбофоса. В растворе 0,15. Толстоножку сливовую можно сразу и не заметить, так как она не часто выходит из косточки плода. Однако обработку в качестве профилактики все же лучше провести. Для этого используются инсектициды после окончания цветения сливы, а в период активного размножения толстоножки теоретически может заполнить 10% косточки плодов сливы. Поэтому обязательно нужно проводить профилактику. Продолжение следует...